PEGI 18 Он борется, любая игра это борьба, поэтому он персонаж, который борется за свои идеалы, говоря современным языком, за свои интересы, за свой орден и в общем борется до такой степени, что отдает за это жизнь. МОБО-мужчины, МОБО-бойцы, МОБО-любим игры. Я думаю, что все-таки до такой степени серьезно я не погружался и не вдумывался, потому что все-таки есть отличия между, скажем, художественным кинематографом и компьютерной игрой, но с каждым годом это как бы разница и границы стираются. Я как бы делая комплимент компьютерным играм могу сказать, что они иногда делаются, говоря языком Жванецкого, тщительнее, чем художественный фильм. Я не самый большой пользователь, у меня времени не хватает, хотя всякий раз, когда я это вижу, мне очень интересно, когда это или дети, или знакомые. Я думаю, что это достигло невероятных, ну как ты участвуешь в этом. Ведь уже много лет говорят, что касается моей профессии, про интерактивное кино, когда ты можешь, например, менять финал картины, можешь давать команду, там, герой умирает, он не умирает, или там, они не встретились, они встретились. Ну, мы на пути к такому кино, когда ты сможешь сам менять сюжет, то, что называется, да. А в компьютерной игре это уже можно делать сегодня, потому что зависит от твоей ловкости, реакции, и твой герой напрямую зависит от тебя. Поэтому и ты сам и режиссер, и сам и боец, и ты сам спортсмен. Кто-то себя легко озвучивает. Я, например, легче озвучиваю чужого человека, чем себя. Когда я озвучиваю себя, я всегда раздражаюсь на этого артиста, в смысле, на Ермольника. Что там лишний раз губами шлепнул, чего он вдохнул, чмокнул, носом потянул. Ну, это, вы знаете, во всех этих профессиях есть такие нюансы, которыми разные артисты владеют в большей или меньшей степени. Это очень индивидуально. Не уложил себя, по-моему, да, длине? Я думаю, что в каком-то смысле вся приключенческая литература, она может быть материалом для создания компьютеров. Беляев, Стивенс, ну, я не знаю. Но любая приключенческая, где есть пираты, где есть погони, где есть поиски сокровищ, борьба, я думаю, что если перекидываться в наше время, то, наверное, борьба с наркотиками может быть популярна. Ну, во всяком случае, опять-таки, это повышение культуры людей, понимания, что такое наркотики, какой-то вред. Ну, вот то, что здесь занимаются наркополицейские, ну, то, что мне в голову приходит. В первую очередь, это развлечение. Я думаю, что те функции, которые вы предполагаете, они могут нести на себе, я думаю, что это зависит от таланта тех, кто делает игры. Если в них есть момент того, что ты должен изучить еще что-то, и что-то уметь, и что-то знать, ну, провоцирует тебя на то, чтобы ты еще чему-то учился и чего-то познавал. И если без этого ты в игру играть не сможешь, то это очень хороший провокатор на то, чтобы повысить и культуру человека, и образование, безусловно. Но сегодня, я думаю, что это больше просто интертейнинг, это развлечение. Папа Климент, запомни, года не пройдет. Ты ответишь перед Господом за все преступления. Я думаю, что то, что могло бы как-то связать все воедино и продолжить то, что делал Алексей Юрьевич Герман с точки зрения того, чтобы нас о чем-то предупредить. Я вообще считаю, что картина «Трудно быть Богом». Вообще эта тема, эта книга, Стругацкий, это своего рода месседж такой, следующим поколениям на какие грабли надо наступать, чтобы сделать этот мир лучше, добрее, честнее. Я думаю, что вот я бы, если бы меня послушал, если кто-то в этом заинтересован, если бы благодаря нашему интервью кто-то этим заинтересуется и начнет это делать, уже здорово. Так что, может быть, может быть, я доживу до того момента, когда я буду озвучивать в компьютерной игре «Румату». Это интересно. Редактор субтитров А.Семкин